Фестиваль «Лазурная звезда» объединил коллективы и отдельных исполнителей из разных уголков России, а также из стран ближнего зарубежья. Всего более 70 артистов вышли на анапскую сцену. Конкурсанты соревновались в пяти жанрах – вокал, инструментальное исполнение, малые театральные формы, цирковое искусство и хореография. Ксения Сытникова из Свердловска. В рамках конкурса она исполнила сразу три номера – чтение стихотворения и два вокальных. Старалась Пете дать образ именно под эту песню. Кроме диплома лауреата первой степени, Ксения получила и особую награду – благодарственное письмо от отдела МВД России по городу Анапа за вклад в развитие международных отношений. Награда поедет вместе с ней в Луганскую Народную Республику. Вообще проведение конкурса, фестивалей вообще позитивно влияет как на будущее поколение, так и на всех граждан, на всех людей. Подождите, не уходите. А на территории Анапы проводится, так это вообще для нас честь является. И, конечно же, самое главное в нашей жизни именно служба полиции – это патриотическое воспитание. Поэтому, выбрав из всех конкурсантов, мы определили, что данная песня служит укреплению взаимоотношений как между народами, как укреплению культуры и, конечно же, патриотическому воспитанию молодежи и всех граждан. Организаторы и жюри отмечают высокий уровень артистов. Коллективы впечатлили зрителей вокалом, сложными хореографическими номерами и цирковыми трюками. Помимо дипломов, лауреаты получили сертификаты на посещение кремлевской елки и участие в конкурсе «Вершина успеха». Он состоится в Москве в дни рождественских каникул. Сегодняшний конкурс прошел очень успешно. Я думаю, мы остались довольны результатами. Думаю, что и наши участники остались довольны результатами. Конкурс был очень сильным, поэтому у нас в конкурсе не было даже участников. Каждый ребенок получил какую-то награду. По итогам конкурса анапские артисты завоевали шесть наград. Из них две – гран-при. Организаторы отмечают, что на следующий год вновь планируют провести фестиваль в Анапе.